В трамвае еду. Всем вот такие трамваи. Чисто, светло, пахнет. И тишина. Друзья, всем привет. С вами Дим Димыч. Сегодня вы увидите моё лесо без очков. Сегодня я хочу вам показать район ЖБР вечером, чем живёт современный Дубай, чем дышит, что ест, и так далее, как отдыхают люди. Покажу вам свой салон, в котором я начну работать. Ещё покажу вам окно кафе. Это на случай того, если вы хотите вдруг окинуться в местный кавалорит, попробовать вкус настоящей сирийской и либанийской пищи. В общем, я думаю, будет интересно. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, хочу вам показать мое первое место работы. Ровно год назад я здесь начинал работать. Ну, место работы осталось то же, компания та же, только в салоне, теперь работая в другом. Этот салон был как стажировочный, скажем так. Две недели здесь поддержали меня. Немножко подтонул английский и уже приступил к работе в своем салоне. Так, это район Джибяр у нас, отель Риксос. Вот напротив Риксос Хотел. И напротив есть гостиница. И при гостинице был наш салон. Сейчас мы туда подойдем поближе. Ну, по факту там два салона. Налевая и направо. Левая крыла вправо. Женский и мужская половины. Женский побольше. Мужской повеньше. Здесь всегда такие тачки стоят. Они сдаются на прокат. Всегда разные привозят. Макларен, Ламбо, Врари. И так далее. Вечером особенно актуально. Включают аварийку. Рекламируются. Вот такой пафосный полукруг. Вход в гостиницу. У нас здесь бич-тауэр. Так. А вот здесь уже мой салон. налево женская часть. Вон туда мы не пойдем. Для серии бьюти-салон. Салон красоты. А вот здесь мужской салон. А вот стоит мистер-менеджер салона. Ахмад. Он занят. Вот сейчас мы к нему подойдем. Поздороваемся. Так. Вот так небольшой салон. Вот меня сразу узнали все. Выходят здороваться. Я с ним. Мистер-менеджер. Мистер-менеджер автоматизм. Мистер-менеджер. В общем, вот такой салон у нас там был. Ну, дальше я не заходил, не снимал по понятным причинам. там клиент сидел как бы не культурно было бы это я тем более без униформы и много нового персонала который мне не знают рецепция девочки филиппинки новой совсем они вообще не понимают кто это зачем пришел в общем только так пообщался постоял со старыми друзьями угостили меня кофейком вот пришел на улицу отдыхаю а Друзья, это район Дибиар. Самый, наверное, шикарный район Дубая. Здесь очень много туристов. Русских, нерусских. Русских, наверное, я бы сказал, большинство. Вот такие улицы. Кафешки. Люди сидят, отдыхают. Много пальм. Пальмы, я вообще считаю, это такой нечестный ход. Их куда ни поставь, любая улица сразу преображается. Движение тут такое ограниченное. Специально брусчаточка постелена, чтобы сильно не летали машины. Очень много спорткаров. Сейчас я иду по улице, чуть позже перемещусь на пляж. Байки стоят, по-моему, 20 дирхам за час. Скачивайте приложение, активируйте свой байк. Можете кататься. В одной точке брать, в другой оставлять его. Вот такое. Вот тут магазинчики. Одежду продают. Сладкую вату, кукурузу. Короче, нагулялся я на улице. Нагулял аппетит. Стало прохладно. Зашел в кафе. Либанийское кафе. Сейчас вам покажу, какую еду едят. Сирицы, ливанцы. Короче, оказалось, ни хрена не маленькое кафе. Зашел пока в туалет, руки помыть. Вот такой стиль туалета. Восточный Восток. Такие лампочки прикольные. Туалет маленький. Вот. Ну, сфоткаться в зеркалах можно. Вот принесли мне мою еду. Рис. Вот. Немаленько. Немало так. Ну, вот это сет. У них закусочки. Тут еще оливочки, перчик. И суп, я так понял. Да, какой-то крем-суп с мясными шариками. Друзья, короче, поправочка-то не суп. Хотя по-нашему похоже на суп. Делается так. Берется подливочка. И на рис. Это все-таки мясо. Кебаб. Кебаб называется. Ну, и закусывается все. Ну, вообще, они едят это все с арабским хлебом. То есть, в хлеб заворачивают рис с мясом. Все это миксуют. Едят руками. Ну, я руками не буду. И хлеба... Короче, я не брал хлеб, потому что риса много. Мне и так хватит. Рис, на самом деле, с орехами. Очень вкусный. Вот, мясные шарики к киске тоже нечего. И самое главное, что они привезли, как будто знали, что я люблю вот этот гортый перчик. Ну, для кого-то он острый, но для меня вообще то, что надо. И, по факту, это 37 дирхам. Это самая лучшая еда, которую я ел за 37 дирхам. Очень по-домашнему, сытно, вкусно. И горячо. Вот. Очень классно. Всем советую. Субтитры сделал DimaTorzok Оп-оп, вставочка. Я обещал, что вы будете смотреть моё сегодня лицо без очков. Ну, вот он я. Так уж получилось, что сегодня мне нужно ехать в этот район, получать деньги. Ну, и на самом деле, я не придумал концовку к этому видео. Так что покажу вам этот район днём. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok